МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый шикарный белорусский ледоход этого сезона наблюдали жители Орши. Такого пробуждения Днепра горожане не видели последнюю четверть века. Через сутки ледоход дошел до Могилева, но по пути растерял свою силу. Спустя несколько часов река снова успокоилась. Половодие в этом году началось рано, в конце февраля. В среднем Днепр подымался на 7-10 сантиметров в сутки. На данный момент у нас с учетом сваи 284 сантиметра уровень. Скажите, там много или мало? На данный момент это среднее значение, подъем воды незначительный, поэтому все в пределах нормы. Вывод – большой воды не предвидится. Как и в предыдущие годы, подтопления маловероятны или будут незначительны. Первыми на вскрывшийся Днепр вышли рыбаки. Удят пока мелочь и надеются, что все еще впереди. Насчет обмелевшей реки у них свое мнение. Ну, когда воды больше в Днепре, то рыба больше. Конечно, влияет. Обмеление, загрязнение. Ну, востроить сейчас много миллиараций, поэтому... Раньше в Днепр столько со всех речек стекало, из канав и всяких таких. Ну, а сейчас что? Подписки нету никакой и все. Некоторые реки Могилевской области все же вышли на пойму. Разлился сож в Славграде, заливной луг небывалой красоты и здесь. У деревни Усохи, что в Кличевском районе. Это пример, когда половодие никому не мешает и не несет человеку опасности. Здесь появляется все больше новых дорожек и мостиков. Вот последний, кстати, еще свежая краска. Сапоги нужны лишь от небольшой весенней грязи, но никак не от большой воды. А истории о том, как в Могилевском подняхоле и во время половодия когда-то передвигались на лодках, можно услышать только лишь от местных сторожилов. Последний раз серьезный разлив видел в 80-х, вспоминает Александр Пикуля. Затапливало все, что у самой реки, как, к примеру, пойменную улицу. Многие не хотели бы посмотреть, какой залив, луг, как все это происходит. Ну, нету, нету такой, что раньше было. К лицу у меня была привязана лодка, мне так где-то рассказывал. Сам я не помню, конечно, такого. Но это после войны, в 50-х годах. Так что такое было здесь раньше, а сейчас уже все. Неспокойно сейчас только спасателям. Лед на озерах быстро тает, истончается, становится хрупким. А рыбаки, несмотря ни на что, сидят. Только на Фатинской затоке, говорят в осводе, десяток-два рыбаков рубили лунки каждый день. Были рыбаки и на Чигиринском водохранилище в Чечевиче. И сколько вы ради такого сидели? Да, совсем немного. Минут 30. Минут 30? Да. И что будете вот с этим делать, с угловом? А, куку варить. Толстый лед не значит прочный, утверждают спасатели. В этом году лед на закрытых водоемах быстро стал хрупким. Толстый лед тоже поднялся за счет прибывшей воды от берегов, отслоился. И в результате получается сам выход на лед уже представляет опасность. И толщина льда, она меняется буквально за неделю. Дело в том, что в начале недели было где-то до 35 сунцами, а сейчас уже 20. Спасатели предупреждают рыбаков об опасности выхода на лед. Каждый день они идут к любителям рыбной ловли с уговорами не рисковать своей жизнью. Но одержимые зимней рыбалкой все же были и есть. Например, на Гребеневском озере. Уважаемый рыбак, своим выходом на лед вы нарушили запрет на эти действия. Просим сойти на берег. И только услышав о штрафе, рыбак свернул удочки и покинул озеро. Не захотел иметь проблем. Решение о запрете выхода на лед в период его становления и таяния принял обл. сполком в январе. Теперь, опираясь на этот документ, спасатели могут штрафовать рыбаков-экстремалов. А это от 2 до 50 базовых величин или арест административный. Так что лучше с этим, как говорится, не шутить. Тонкий лед – это действительно не шутка. Только в прошлом году он унес жизни трех человек. Все они были рыбаками.